К рассказу об участниках выставки мы еще вернемся в конце выпуска. А сейчас к другим новостям. Как провести операцию с минимальным риском для пациента? Сделать так, чтобы он быстро восстановился и сохранил мобильность? Сегодня эти и другие вопросы обсуждают ведущие травматологи Республики, России и мира. В Чебоксарах, Федеральном центре травматологии и эндопротезирования, открылась межрегиональная научно-практическая конференция. Репортаж с операцией смотрите далее. Этой девушке 26 лет. У нее сложные заболевания тазобедренного сустава. Врачи отмечают, что при таком диагнозе главное отложить протезирование как можно дальше по времени, чтобы через 10-15 лет пациенту не пришлось менять сустав. Такие состояния, так называемые дисплазии, встречаются очень часто. Они до поры до времени. Молодые женщины, особенные женщины, не знают. И когда по замуж, потом когда по беременности, набирая вес, они в тазобедренном суставе начинают ощущать боли. Но из-за беременности никто не делает рентгенограмму, а после этого там становится иногда поздно. И тогда надо этим молодым искать замену сустава. Подобные операции начали проводить в США еще в 80-х годах прошлого века. Но в России это только второй подобный опыт. Под нашим наблюдением возможно будет делать, но это, я думаю, в будущем. Это первые опыты вообще в стране. Так что, я думаю, со временем, конечно. Федеральный центр травматологии и ортопедии в Чебоксарах работает уже 6 лет. Подобные встречи с ведущими хирургами-ортопедами мира здесь проводят каждый год. Лечение молодых пациентов, это передать ацетабулярного стеотомин, так называемое, когда лечение дисплазии врожденных пороков тазобедренного сустава проводится без эндопротезирования. Это для нас традиционная тема эндопротезирования крупных суставов коленного тазобедренного. И тема реабилитации пациентов, она очень актуальна на сегодняшний день. Участники конференции уверены, что обмен опытом, мастер-класса, совместной операцией позволят российским хирургам наработать необходимую квалификацию, что в конечном итоге откроет перед пациентами новые возможности. Татьяна Молокова, Оксана Александрова, Андрей Спиридонов, Республика. Продолжение следует...